С наступлением весны в Якутии открывается новый туристический сезон. В этом году природный парк «Синя» ждет гостей на подлёдную рыбалку и активный отдых. Стоит отметить, что это еще и сказочное место. Здесь расположены синские столбы. О достопримечательностях реки «Синя» расскажет Сардана Захарова. После долгой морозной зимы в мартовские солнечные дни нет ничего лучше отдыха на свежем воздухе. В это время на реке «Синя», где действуют две туристические базы, полно отдыхающих. В основном сюда приезжают порыбачить. Рыба на реке ловится отменная. Достаточно крупные окунь, щука и сорога. Для каждой рыбы, для клёва его, для жора, так скажем, в свое определенное время. Сейчас вот так посидим, потом вечером уже после захода солнца выедем на базу, на туристическую, в Вере Дмитриевне, там мы поужинаем, полчасика отдохнем и часам где-то к восьми вечера будем стучать налимов. Налимов вот сейчас мы потихоньку от вершей отлавливаем мелких. Позже уже начинает ловиться щука, окуня начинает ловиться. Главным украшением природного парка являются тянущиеся на десятки километров скальные берега под названием Синские столбы. Столбы достигают стометровой высоты, образуя фигуры самых замысловатых форм. Это по-настоящему завораживающее сказочное место. Летом местные туристы, туристы из Якутска, не могут посмотреть Синских гор, так как находятся далеко. А зимой вот с помощью трекола мы должны показать, ну сейчас программа такая идет, зимние скалы. Ну они, зимние скалы, они различаются, чем летом. Они, ну говорят так, туристы. Летом река Синяя раскроется во всей своей красе и будет ждать гостей на сплавы на байдарках. Сардана Захарова, Михаил Мордовской-Мехута, Иван Слепцов, Горный.